привет всем рукодельщикам вот повторитель поворотов боковой ford fiesta в процессе долгой эксплуатации где-то там что-то он получал вот у него есть такая вот трещинка он уже почти открыт как бы такая деталька недорогая не дешевая как во первых на нельзя так пойти магазин и купить особенно нашей скажем так деревеньки что я предлагаю сейчас надо стеклашка восстановить применять будем дихлоретан вот такой вот клей ядовитый дихлоретан это я запомните ну подлюка сладенький на вкус вот очень хорошо справляется с органическим стеклом склеивает практически но растворяет его и делать практически бесшовным склейку можно просто взять и заклеить трещинку вот но я хочу почистить внутри вот тут вот грязь собралась и отсюда изнутри кисточкой залезть не могу полоскание тоже не помогает поэтому сейчас посредством паяльной станции феном подогрею немножечко краешки и попробую оторвать стеклышко от клея который там еще пока держится сейчас поставим температурку воздуха поменьше где-то на двоечку подачу воздуха и температуру градусов так на 200 так вот уже отваливаются детальки мы их терять не будем просто при прогреве клей будет легче отслаиваться расстыковываться нежели когда мы будем делать все на холодную может и на холодную лопнуть хорошо но может трещинка пойти в другом месте там где нам не надо так смотрим что у нас тут маловато давайте добавим где-то 280 под 300 градусов так быстренько пробежимся вот для таких тонких целей я уже повторюсь дорогие видео рассказывал что вот получилось вот он наш отражатель сейчас мы его внутри помоем вот и все это на место с клеем с клеем само стекло вот она вот так вот отлетела здесь кусочек там выломался кусочек вот те места которые нас оказываются с отверстиями мы их акфиксом 705 таким тоже которым я говорил универсальный клей когда еду в дальнюю поездку в автомобиле с собой беру обязательно его с собой вот то где-то в отеле он поможет где-то в дороге поможет где-то с ребенком ракушку насобирали и по нашем регионе стоит вот 143 гривны как бы где-то по-другому может быть в общем ничего сложного нет можно даже говорю даже обойтись беспаяльной станции разломать аккуратненько но если есть чем подогреть не грех подогреть моем склеиваем и смотрим что получилось помыли почистили вот снизу отсутствие напыления но скорее всего это вот та грязь которая там была постепенно ее и съела но это несущественно вот этого он отражать может хуже станет на функционально работать будет все заточили спичечку раздвинули щелочку и смазываем клеем фунфурик нальем и и потихонечку поехали можно применять кисточку но желательно конечно чтобы клей попадал только на склеиваем поверхности чтобы потом там пятнышек лишних не наделал намочили клеем он начинает растворять пластмассу там где стояла спичкой можно чуть-чуть переместить другое место стараемся мазать побыстрее клей такой улетучивается заметно при контакте с пластмассой он начинает растворять поэтому в принципе свойства него адекватные сейчас вот тут сложные трещинки там где у нас не раздвигается там где ножки не раздвигаются раз и соединяем сейчас еще чуть-чуть добавим соединяем ну и какое-то время держим либо придумываем какой-то бандажик фиксируем его вот и так поступаем со всеми трещинками потом соответственно приклеиваем корпусу не хочет дихлоретан растворять этот пластик пластик п-м-м-а такой хитрый п-м-м-а п-м-а вот поэтому берем жиденький цианокриват тоже аксикс только номер 702 705 это гель 702 водичка ну и наносим его в щелочку так естественно чем тоньше нанесем клей тем меньше вылезет на улицу меньше будет как бы заметно поэтому лучше спичечкой наносить хотя что называется и так сойдет потом можно это дело шлифануть полирнуть вот такое тоже кому сильно надо пусть шлифует полирует нам главное грязь не выпадала и стеклышко функционировало сейчас вот сюда вот мы еще те трещины которые не достались не достались так вот тут еще у нас есть трещина мы ее тоже будем герметизировать с улицы что называется так изнутри буквально слой клея наложим он просохнет уже грязючка туда попадать не будет так все вроде бы здесь хорошо где наша отломанная частьюля деталка хорошие эти цианокрилатовые клеи всякую пластмассу клеить скажем так при могучем СССРе был клей момент и клей ПВА БФ 88 эпоксидка какой там еще был супер цемент был какой-то прибалтийский было написано лим аго ну так его детвора называла лим аго лим так скорее всего это клей аго это а силикатный еще был клей вот нажрешься его потом температура подымается эй ты в медпункте в школе а беги домой все заболел так 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 ну в комментариях можете написать еще какие там кто помнит какие клеи великой могучей державы клеи видать были не сильно прочные еще она и расклеилась вот у тех же самых наверное америкосов побольше было клеев серьезных до сих пор он все у них хорошо а ссср уже нет они только фильмы памяти может ничего так корпус промазали тоненький слой жиденький везде и устанавливаем на место хорошенько прижимаем прекрасно знаем что первоначальное прижать это залог успеха ну и вот здесь вот есть дырочка маленькая ее естественно мы будем заделывать акфиксом гелем вот ну даже в первом приближении стекляшечка прозрачненькая опять же издалека она будет все замечательно ну а кто вблизи будет рассматривать так я же говорю что у человека человек стареет кожа стареет и так дальше машина можно всегда перекрасить озановить но тем не менее она тоже автомобиль она тоже работает и делать из нее какой-то фетиш ну я не знаю кто как а вот когда будет этому автомобилю лет 300 вот тогда можно будет установить до первоначального состояния там с применением нанотехнологий на тот момент если цивилизация жить останется то вот это скорее всего может быть найдут ее как ископаемого мамонта потомки так закрываем клей как его правильнее закрывать кто как закрывает я думаю что скорее всего лучше вот так так будет плотнее и надежнее вот таким вот образом а теперь капельку геля вот здесь у нас тут такое серьезное как сопло на ракете союз на которой ягарин летал вот поэтому аккуратненько надо можно было конечно дырочку сделать и потоньше ничего маленькую капельку выпускаем накладываем не даем ей туда протечь если необходимо пошевеливаем активируем смотрим если у нас отверстия нет у нас отверстия значит можно налить еще одну капельку так стараться чтобы по корпусу не потекла внешний вид не испортила а дырочку при этом закрыла ну вот как то так вот сложно показать всю эту красоту или не красоту вот ну как бы растягивать удовольствие не сильно хочется я думаю система проста чуть нагрели разделили если надо вымыть оттуда грязь если у нас необходимо а нет то можно было и так но когда стеклышко отделено а оно здесь было поломано вот одна трещина вторая трещина тут скол поэтому и плюс она была отслоена от корпуса поэтому проще было ее снять с корпуса и потом по новой все это на место посадить вот ну а клея я же говорю можно использовать гель и вот дихлоретан не пошел мы проверили орг стекло он клеит отлично а вот эти пластики он уже с ними работать не хочет всем удачи моргайте поворотами не ломайтесь